Всем доброе утро! Я с утра пораньше на огороде. Хочу вам что-то показать. Смотрите, как красиво ты с челистника растет. И розовый, и белый. Но здесь только белый, а розовый в другом месте. Красавица! Теперь смотрите, что еще хочу показать. Я не знаю, будет ли вам видно. Вот эти вот гирлянды. Вот эти вот гирлянды. Это к нам пришло после дождя. Мне когда Нина Казак написала в комментариях, что к ним пришли гусеницы. Просто вот нашествие. Я подумала, надо же. Нина Казак живет в двух шагах практически от меня. в пяти минутах езды, скажем так, от нас. У нас нет никаких гусениц. А у них там прямо нашествие. Ну, вчера пошла моя доча загорать. И такие крики, визги, писки на всю деревню. Я не знаю, солнце, наверное, не даст вам показать. Но может быть, вам будет видно. Видите, что происходит? Кузнечик вот тут прискакал, сидит. Не знаю, кузнечики-то этих гусениц едят или нет. Ну, в общем, что-то он тут присел. Видите, что творится? Весь кустик усыпан гусеницами. Весь. И так по всему огороду. И что делать? Как бороться? Кто знает? Опять обращаюсь к вам за помощью. Вот они. Видите, что полезли уже. Полезли уже вот на кабачки, на тыквы. В общем, их тут видимо-невидимо. Вон они. В общем, надо чем-то обрабатывать. Девчата, жду вашего совета в комментариях. Иду квастаться малинкой. Вот такая вот красотка. А это в сравнении с обычной. А это уже переспела. Вот такая вот. Это поменьше. Наверное, еще подрастет. Сейчас буду пробовать. Вот эту сорву. Передержала я ее маленько. Отпортилась маленько. Такая с кислинкой получилась. Дождусь, когда следующее поспеет. Попробую вовремя. Всем доброе утро. Я сегодня опять при параде. Ну, почти что при параде. Я сегодня опять еду в Красноярск. И мы сегодня снова встречаемся с доченькой. Сегодня мы едем на рынок. Ну, и в ближайшие магазины возле рынка. Нам нужно купить дочекупальник. Ну, и еще кое-что из того, что мы планировали купить ранее и не купили. В общем, беру вас с собой. Если где-то получится что-то поснимать, обязательно поснимаю. На рынке не было тысячи лет. Честное слово. Поэтому поедем, посмотрим, как вообще там жизнь протекает. Что там вообще есть. По каким ценам. Если будет возможность, обязательно все сниму и покажу. Поехали. Приехала чуть пораньше. Иду встречать Настю. Магазины уже тоже открылись. Поэтому после рынка зайдем сюда в Мегу. Посмотрим, что тут есть. Я сегодня опять в своих любимых тапочках. Которую купила у Светланы Мироновой в магазине. Я их не случайно назвала тапочками. Потому что они реально, как тапочки. Ни разу, ни одной мозоленьки не натерла. Даже в самую жару. Что меня очень радует. Это во-первых. А во-вторых, у меня даже домашние тапочки не такие удобные, как эти. Я бы в них вообще жила. Я у Светланы купила 4 пары обуви. А хожу только в этих. Остальные еще даже не надевала. Не могу никак с ними расстаться. Ладно, сейчас покажу вам Настену. Здесь Настена идет. Привет. Всем привет. Такие джинсики сейчас Настя примерит. Мы их мерили как раз таки в магазине. В магазине они стоили 2 800. Здесь 1700. Вот Настя примеряет брючки, джинсики. Не, я не хочу такого. На девочке мам. Вот такой цвет. На девочке, естественно, это смотрится по-другому. Вот видите, насколько плоско здесь. Ну так хорошо. Вот такие ребятенок фигурят. Они не короткие? Вот, кстати, ведровка похожая на мою. Смотрите. Вообще не похожа. Не похожа? Мне кажется, похожа. Ткань точно такая же. Я не говорю, что нравится или не нравится. Я говорю, что ткань похожая на мою. Смотрите, ветровки. Почем ветровочки? 2 800. Такие вот Настя сейчас еще померит брючки. Хлопковые. А какая цена у них? 5400. Они два цвета, да? Бордовый и кремовый. А, и черный еще. Черный вон еще. Видишь, у них у всех сейчас такая мотня. Свободная. Ну-ка, повернись спинкой. Ну вот по спинке, по попе вообще хорошо сели. А на меня нет таких случайно? Я бы тоже такие померяла. Вон беж. Беж можно померить. А, и черный есть на вас. Большой размер. Ну-ка, повернись. Вот эти лучше сидят. В этом отделе какие вещи модные. Лема. Эти брючки мне нравятся. Тоненькие. Эти хорошенькие. Расцветочка классная какая. Мада Иниталия написана. Тоненькая такая, прям вываренная. Хорошенькие. Хорошенькие. Вы знаете, сейчас хотела о чем вам рассказать. Просто еще вот не могу отойти от впечатлений. Прям вот знаете, прям как-то даже вот волнуюсь. Сейчас вот такой случай получился, произошел, или как даже это сказать, не знаю. Возмутила меня просто вот до невозможности. Возмутила. Решила вот с вами поделиться. Звонит мне племянница. Говорит, Лариса, тебе собачку не надо. Я говорю, Полюшка, какую собачку? А она в деревне была. У бабушки отдыхала. Говорит, представляешь, вот с павильона, говорит, выхожу. Подъезжает машина, открывается дверь и выкидывают собачку на улицу. Тойчика. Тойтерьерчика. Маленького вот этого вот. И она, говорит, и все, дверь, говорит, захлопнули, поехали. И все, говорит, и она, говорит, как за мной побежала. Маленькая, говорит, она, говорит, еле на лапках, говорит, стоит. Прям лапки, говорит, трясутся. Я говорю, Полюшка, господи, ну куда мне еще маленького этого Тойчика? Дик, два кота, еще Тойчика. Я говорю, ну давай ты мне фотографии скинь, мы с тобой попробуем его пристроить в добрые руки. Потому что, ну себе я точно его никак, говорю, не могу взять. Куда мне столько? Она мне скинула фотографии. Я смотрю, девчонки, а он больной. Его прямо видно, что он больной. Ну, я, конечно, в разных чатах разместила его фотографии с просьбой приютить этого малыша. Ухода, конечно, за ним никакого не было, он весь худенький такой. Но на фотографии не сильно было заметно, что он худенький, потому что, ну так, Полюшка его сфотографировала сверху. Он мордочку так задрал, она его сфотографировала, рыженький такой. Вот, и вы представляете, одна девушка мне ответила, написала, что, ну, стала спрашивать, я говорю, про него. Я говорю, вы знаете, я ничего о нем не знаю, потому что я его даже еще не видела. Но сейчас вот брат поехал за дочкой, за моей племянницей в деревню. Говорю, сейчас вот они должны, говорю, приехать обратно сюда. И, скорее всего, эту собачку привезут, чтобы мы могли ее, говорю, здесь пристроить. Она живет, оказывается, тоже... А, нет, это ее подружка живет у нас рядом с нами. А та девушка, которая забрала эту собачку, она живет в Красноярске. Она говорит, мы через часа полтора к вам приедем. Попросите, пожалуйста, чтобы подождали нас. Я говорю, хорошо. И вы знаете, когда приехал брат с полюшкой-то, вот, с этим щенок, ну, с собачком, он уже не щенок, он прям взрослый песик. Девчонки, вот прям до слез, честное слово. Ну, у них и так лапки худенькие. А этот, он прям стоять даже вот толком не может. У него лапочки трясутся. Когти огромные на лапах, когти длинные. То есть, вообще не подстригали. Ему же больно ходить, когда такие когти. На зубах камни просто страшенные. Особенно вот на этих вот клыках дальних. Там вообще просто такие камни. Это просто ужас, как этот песик вообще кушал. Ну, вот он, может быть, поэтому и такой тощий, что он есть даже не мог. Глазки слезятся. Катаракта на одном глазу прям сильная. Сильно было видно. На втором, видимо, только начинается. Ну, в общем, ну, такой ласковый. И он уже за это время к Полюшке привык. Она только его на пол спустит. Или я вот его на руки взяла. Он все, он только к ней. Он прямо вот к ней, к ней, к ней. Господи, я говорю, как же вот рука-то поднялась. Вот эту крошечку взять и выбросить. Ну, как? Я Леночке, нашему ветеринару, скинула фотографию. Она посмотрела. Говорит, да, Лариса. Говорит, он старенький, конечно, уже песик. Вот, но если его полечить, за ним, если ухаживать, то он еще поживет. Господи, и вот есть же на белом свете добрые люди. Но вот, как говорится, же мир не без добрых людей. На каждого с люку под люку найдется все равно хоть один добрый, хороший человек. Понимаете? И вот, Боженька послал нам эту девушку. Она приехала не одна. Она приехала вот не то с подружкой, не то с родственницей. Ну, наверное, с подружкой. И у этой подружки, у самой там двое или трое собак дома. Но она, правда, тут и Саулова живет, не в городе. Она ее на руки взяла. Она говорит, у меня тоже тойчики, говорит, были. Она его на руки взяла. Он прямо, что-то там за ушком он почесал. Он прямо весь головку ей на шею положил. Вы представляете, собачки же, они же все равно, как чувствуют, да, животные, как к ним люди относятся. И все. И он прямо вот весь-весь-весь там вне растворился. И вот эта девушка, которая его, ну, хочет забрать. Я надеюсь, я, конечно, ей безумно благодарна. Вот просто безумно благодарна. И я надеюсь, что у нее хватит и сил и терпения вылечить этого песика. Ну и, конечно, подарить ему и тепло, и ласку, и уютный дом. Мне очень хотелось. Ну, потому что по-другому, наверное, не может быть. Раз уж так случилось, я думаю, что все будет хорошо. Девушки обещали мне, что они будут мне присылать фотографии. Я, вы знаете, я от волнения что-то как-то вот растерялась. Даже когда его увидела, прямо вот я говорю, сердце сжалось. Я даже не подумала о том, чтобы взять в руки камеру и вам заснять, показать. Ну, вот фотографии остались, я вам фотографии в конце видео выложу, покажу. Какой этот миленький песик. Ну вот, история с хорошим концом, как говорится, слава Богу. Все хорошо. Поэтому я так рада, я говорю, я очень рада, что все-таки это вот еще раз говорит о том, что все же добрых людей гораздо больше. И слава Богу. Все, спасибо вам огромное, что вы меня послушали. Я вот как-то выговорилась, и мне даже вот самой легче стало. Спасибо всем, кто послушал эту мою вот историю. И хочу напоследок еще обратиться вот ко всем, ко всем. Если вы не можете, если вы не в состоянии ухаживать за больным животным, пожалуйста, не делайте таких поступков. Очень вас прошу. Постарайтесь найти человека, который смог бы помочь вашему животному. Если не вы, то может быть кто-то другой это сможет сделать. Но не надо выбрасывать на улицу вот это вот маленькое, беззащитное животное. Тем более вот такое, вот такое вот. Он совсем больной, он бы пропал бы сразу, честно вам говорю. Все, не буду больше. Спасибо. Спасибо всем. И всем пока. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать.